В школе, колледже или на курсах начни карьеру IT с компьютерной академии ТОП. Сам по себе API, что это такое, из чего он состоит? Технически API — это набор классов, функций, процедур, различных констант, при помощи которых одна программа описывает способы взаимодействия с другой программой. Важный момент — не делает эти вычисления какие-то, а лишь говорит, как взаимодействовать с другой программой, то есть как подключиться к другому серверу и заставить его что-то делать по нашей команде и получить потом от этого, естественно, какой-то результат, его обработать. Самые API развертывают тоже разработчики. Но ваша задача будет в том, чтобы уметь это все отслеживать, тестировать, проверять и автоматизировать. Автоматизировать результат своей работы, поскольку API тоже можно автоматизировать. Про API мы сказали то, что это Application Program Interface, то, что это целый набор фактических инструментов и позволяет нам установить взаимодействие между собой. Таким образом, API существенно упрощает работу по созданию программ. Мы не знаем принцип работы другого приложения, можем взаимодействовать с ним, получать конкретный результат. Если максимально просто, то можно представить это в API в виде розетки. Что такое розетка? Это источник электроэнергии, фактически электричества, и пользователь. Вам нужно зарядить телефон. Вы не можете просто телефон положить на розетку, и оно у вас будет заряжаться. Вам нужен какой-то доступ. Вот этот вот доступ, преобразователь из электричества, которое течет по проводам, в зарядку вашего устройства. Это будет как раз таки API. То есть вы можете приехать в Россию, в Европу, допустим, куда-нибудь. У вас будет одна розетка. Вы можете приехать в США, у них будет другая розетка. Вы можете приехать в Азию, у них будет третья розетка, и вы не сможете зарядить свой телефон просто потому, что вы не можете к нему подключиться. Если же у вас есть вот этот вот универсальный переходничок какой-нибудь для путешественников, то вы вполне можете преобразовывать то, что есть там, в то, что понятно для вашего телефона. Вот этим вот преобразованием истока в конечный результат, то есть зарядка вашего телефона, занимается API. Здесь можно привести еще один пример, уже не такой простой, но тоже должен быть весьма понятен. Это прогноз погоды. Вы наверняка знаете, что есть много различных сайтов, которые представляют прогноз погоды. Конечно, я сейчас максимально упрощу схему взаимодействия, в жизни все происходит гораздо сложнее, но для общего понимания Яндекс, например, показывает нам прогноз погоды. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда берет информацию Яндекс? Хорошо, Яндекс — крупная компания, она может отслеживать информацию, может. Но Яндекс есть в Москве, Яндекс есть в Санкт-Петербурге. В условном каком-то маленьком селе, где-нибудь в Сибири, Яндекса нету 100%. Но вы, сидя у себя дома, можете зайти в телефон и выбрать какое-нибудь маленькое поселение в вашей области или поселение где-нибудь в Сибири, как я привел до этого пример, и получить результат прогноза погоды, узнать, какая сейчас погода там, какая будет погода дальше и так далее. Каким образом Яндекс об этом узнает? Откуда он берет информацию? Почему он дает нам такой результат? Как это все происходит? Это все происходит за счет Apple. В мире, в том числе и в России, у нас существует огромное количество метеостанций. Метеостанций, которые локальны. Это не значит, что в поселении есть свои метеостанции. Это значит, что на уровне региона есть, как минимум, или на уровне крупных городов, есть свои метеостанции. Их может быть несколько, они выполняют разный функционал. Есть там вода, нету воды, то есть, может, еще за водой отслеживать температуры, так же показатели, либо только погоду отслеживаю. И эти метеостанции, у них есть свои сайты. Может быть, если вам интересно, можете прям зайти в интернет, посмотреть, набрать в поиске метеостанции города и ввести свой город. Увидите их сайт. Увидите их сайт. Скорее всего, он будет не очень взрачный, не очень приметный, но фактически у них есть API. У них будут API. И за счет этих API любая компания, если они открыты, в том числе даже и вы, так же, как потенциальный разработчик, можете получить доступ. Поэтому задача метеостанции – собирать огромные данные о том, что происходит в данный момент, выстраивать какие-то предположения, и она их выдает обычно у себя на сайте. Но в этом плане Яндекс, как технологическая компания, как и другие компании, которые многие работают над этим, они делают работу не по сбору данных, поскольку сбор данных – это работа метеостанции, они делают как раз-таки по сбору данных, обработке, предсказанию, потому что построение модели, построение карты, перемещение облаков, циклонов и всего вот этого. Вот это уже действительно работа, но это работа программная. Это работа уже самого, грубо говоря, Яндекса будет. Сами первичные данные получают Яндекс от метеостанций, там, где он даже физически не присутствует. Ну и мы можем получить таким образом результат прогноза погоды, где бы мы находились, в любом месте. Это все благодаря той же АПЕ у нас возможным. В школе, колледже или на курсах начни карьеру в IT с компьютерной академии ТОП.